Мой принц! Нет, не безумие, совсем наоборот, ведь для художника натура все, что он захочет и возьмет. О, дочь моя, мы приговорены, Офелия, на нас упал тот взор ужасный, который убивает всех, и этот господин прекрасный не остановится. Там честь и месть, и отзвуки войны, поэтому мы умереть принуждены. Мой принц! Позвольте продолжать, ведь продолжение – такое положение, в котором следствия имеют под причиной. Поговорим же, как мужчины, на этикет мне наплевать, меня прислала ваша мать, чтобы попросить немедленно уехать за то, что сон меня убьет. И как вам шутка? Вы побледнели, и значит, все-таки больны, поэтому мы умереть принуждены. Ах, дочь моя, мы словно в западне, и нет спасения. Все потому, что это поколение научено лишь резать и колоть. Еще тогда, в тех девяностых, первее, чем понять, кто перед ними, я вижу их насквозь. Но что могу поделать? Я с ними говорю, как будто заговариваю смерть, и вижу, что я должен умереть. Но умереть за что? За Гамлета мучения, которые он кровью заморал. Ведь я его вассал. Мы – куклы в Водевиле, и ничего не можем изменить. Мой принц, позвольте доложить, в финале вас убьют отравленным клинком. Но прежде вы убьете многих виновных и невинных, ближних, дальних. Вам это кажется прекрасным, честным и разумным. Или, может быть, достойным. А я считаю непристойным. У каждого свой взгляд. Один калечит всех подряд и задает себе последние вопросы. Я – Гамлет! И корчится перед курносой смертью. И тащит за собою всех. Он – Бог! Я – и прокурор! Всем окружающим! Другой! Ну, что вам дело до другого? Вы лишь собою озабочены, мой принц, и право. А трава, что уморила вашего отца, должна была по совести достаться вам. Или на двоих ее бы разделили. Вот вам на все единственный ответ. Ну, вот мы и поговорили. Безумия здесь никакого нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спасибо.